МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вітаю вас! Наш канал представляє програму «Стопкадр» в студії Аніта Рашевська. Як наше місто полюбляють гості Миколаєва? Ми почуємо в нашій сьогоднішній програмі. І дізнаємось про математичну формулу, яка допомагає музикантам досягти успіху. О, я любив Миколаїв. Я любив це тут. Це фантастично. Є така фраза, вона смішна, але це чиста правда. 95% – це труд і 5% – талант. Те, що робиш з любов'ю, ніколи не складно. Кожен концерт – це і праздник, і страх. Тому важливо переборати свій страх і дарити наслаждання публіки. І сьогодні, друзі, на вас чекає зустріч з великою музикою. На відкритті 79-го концертного сезону Миколаївської обласної філармонії до Міжнародного дня музики. На урочистості прибули гості – диригент Іван Аріон Карц Стамбул і лауреатка міжнародних конкурсів піаністка Світлана Шарапова. Відкрив концертний сезон камерний оркестр Арс-Нова музикою великих композиторів епохи романтизма Вебера і Мендельсона. А за кілька хвилин до концерта ми встигли поспілкуватись з музикантами. Этот концерт первый, он одновременно посвящён открытию фестиваля, который посвящён Международному дню музики. На це мероприятие у нас сегодня двоє гостей. Солистка-піанистка із Києва Светлана Шарапова і дирижер із Канады, который работает на данный момент в Стамбуле, Іван Аріон Карст. Здорово. І зараз, дорогі господа, зараз ви услышите їх в действії. І так, музика. Звучить музика Звучить музика Звучить музика Звучить музика Правда? Звучить музику. І я дуже люблю це. Эта работа и то, как слушатели воспринимают музыку, это ему все очень импонирует. Поэтому его сюда тянет, он любит это. А сейчас мы, дорогие телезрители, послушаем и увидим нашего дирижера в работе, в деле. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Когда вы первый раз приехали сюда, в Николаев, как вы попали в Николаев самый первый раз? У нас есть общий друг в Киеве, дирижер театра оперетты Оксана Мадараш. И это с ее легкой руки, с ее подачи. Она позвонила и сказала, что вот есть такой дирижер. В то время Иван был в Киеве. И она предложила попробовать его участие с Арсновой. И вот он приехал, и с тех пор у нас завязались отношения такие творческие. Мы знаем, что Иван работает в Стамбуле, живет в Канаде, да? Да, вообще. А вот откуда такое русское имя Иван? Моя семья из Чехословакии. Его семья, его родители из Чехословакии, поэтому родители когда-то уехали в Канаду, но ему дали по традиции такое имя. А музыка как, когда впервые вошла в сердце нашего гостя? Когда ему было 12 лет, он впервые начал музыцировать. И сразу захотел стать дирижером? В 16 лет захотел стать дирижером, но Иван понимал, что насколько это большая ответственность и очень сложная работа быть дирижером. Он до сих пор считает, что эта работа не настолько сложная, потому что он ее любит, ему это нравится, а то, что делаешь с любовью, никогда не сложно. Все-таки, господа, давайте сейчас увидим снова и послушаем музыку, и увидим, как наш гость Иван дирижирует с любовью. Музыка. 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 Вот когда вы стали дирижером, каждого дирижера отличает какая-то своя манера дирижировать. Я сейчас посмотрела на репетиции, вы дирижируете легко, но за этой легкостью, конечно, кроется большой труд. Во всем, в любой работе в мире это так, если что-то кажется с виду очень легким, то на самом деле за этим стоит большая работа. А если мы видим, что что-то дается с большим трудом, то значит там просто еще недостаточно поработали. И результат большой работы, господа, сейчас вы увидите и услышите. КОНЕЦ 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 Светлана КОНЕЦ 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 Замечательный концерт штук Вебера, который сегодня будет звучать. Очень интересное произведение. Светлана замечательно исполняет, вы правы, эти маленькие пальчики творят чудеса на этом большом рояле. Так что я думаю, сегодня все порадуются этому произведению. И прежде чем мы дадим Светлане слово, господа, давайте послушаем Светлану. Светлана 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 Светлана, мы послушали вас. Действительно, маленькая, хрупкая, пальчики такие. И вот они, и рояль просто становится цунами. Как вам удается рассказывать? Ну, есть такая фраза, она смешная, но это чистая правда. 95% это труд и 5% талант. Поэтому труд, труд и, конечно, любовь к этому труду. Важно, чтобы тебе нравилась эта музыка, важно, чтобы ты был заинтересован в этом творческом процессе. Важно, чтобы ты думал, как понравится это зрителям, дарить свою музыку слушателям. Светлана, а вы скажите, вы играете сейчас с мэтрами, дирижер, оркестр очень серьезный. Не страшновато? Вы знаете, каждый концерт это и праздник, и страх. Поэтому важно перебороть свой страх и дарить наслаждение публике. Господа, у вас есть уникальная возможность сейчас окунуться в мир звуков и получить удовольствие и даже наслаждение. Правда. Светлана, а вы играете сейчас с мэтрами, дарить свою музыку слушателям. Светлана, а вы играете сейчас с мэтрами, дарить свою музыку слушателям. Вот очень здорово звучит музыка. Да, но вот вы знаете, Александр Дмитриевич, вот у Ивана, у него такая очень интересная, телезрители посмотрите, очень интересная дирижерская палочка. Говорят, что это волшебная палочка, да? Ну да, так и есть. Как она помогает, волшебная палочка, нашему гостю? Дело в том, что у каждого дирижера, по большому счету, можно дирижировать без палочки. Но дирижерская палочка, она заостряет движение, как бы дорисовывает, уточняет, где же именно момент соприкосновения со звуком. И особенно в тех местах, где очень тихо что-то звучит, и нужно очень аккуратно и точно показать небольшим штрихом каким-то. И вот сейчас дирижер взмахнет своей волшебной палочкой и зазвучат звуки музыки. Музыка 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 И все-таки, каждый дирижер, он любит свою палочку или не любит? Спросите, пожалуйста, об этом, Карл. Каждый исполнитель, он чувствует свой инструмент. Для дирижера это тоже инструмент. Поэтому, когда играет пианистка, она чувствует рояль. Когда играет скрипка, скрипач чувствует свой инструмент. А это его инструмент, поэтому он может управлять музыкой через этот инструмент. Иван работает в Стамбуле, и там другая немножечко публика в Стамбуле. Ее по-другому немножечко нужно принимать. То есть и воспринимать даже тоже. Настраиваться там сложнее, чем здесь. Или это, в принципе, когда работаешь, не имеет значения? Когда он готовится к концерту, то он с одинаковым упорством. Потом и усилием к нему готовится. Но он говорит, что когда он чувствует публику здесь, то какие-то особенные его приготовления и особое проявление исполнительства. Вот здесь публика очень четко на это реагирует. И ему это очень приятно. И ради этого он работает. И как Иван чувствует публику, друзья, вы сейчас это увидите сами собственными глазами. КОНЕЦ КОНЕЦ Светлана, а вы чувствуете публику? Конечно. Это очень важно на самом деле для каждого исполнителя. Важно, что публика предугадывать, что публика хочет от тебя услышать на данном концерте и откликаться на их чувства. Можно сказать, что музыканты, они тоже как музыкальные инструменты. Тонкие, чуткие и очень-очень хрупкие. Конечно, можно. Это одна из наших главных задач – сотрудничать с публикой. Мы желаем всем зрителям сегодня получить массу удовольствия на концерте. Мы благодарны этим замечательным гостям. И я надеюсь, что наша встреча не последняя. Мы будем продолжать наше сотрудничество. И, конечно же, всем, кто ходит на наши концерты, я желаю получить максимум удовольствия от этого фестиваля, который будет проходить в каждое воскресенье октября. Ну и на всех последующих концертах точно так же. Всех благ, здоровья, благополучия, мира и любви. Миру и любви прагне каждое сердце. А музыка, которая не знает кордоней, несе мир и любовь по всему святу. Камерный оркестр Арсенова Миколаевской областной филармонии, диригент Иван Арион Карц Стамбул и лауреатка международных конкурсов Святлана Шарапова грают для вас, друзья, именно сейчас. Я, Анюта Рашевская, прощаюсь с вами. На все добре. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок